19 октября день апостола Фомы, прозванного в народе неверующим. Итак, почему же он получил такое прозвание, хотя атеистом-то не был? Дело в том, что когда Господь воскрес и явился ученикам своим, Фома отсутствовал. И поэтому, когда он пришел, ему ученики говорят, мы Господа видели. Он сказал, пока я не увижу своими глазами, пока не потрогаю руками раны его, я не поверю. И на самом деле можно ведь понять, потому что буквально не так давно похоронили. Тут приходишь, друзья говорят, что мы вообще видели его, он воскрес, собственно, как и говорил. Но ясно, что далеко не каждому хватит внутреннего ресурса, чтобы поверить. Но он не был атеистом, он не отрицал это, он хотел поверить. И поэтому через какое-то время Господь явился, уже когда ученики были все вместе, и сказал ему, Фома, вот ты не верил, посмотри, вложи руки твои в раны мои потрогай. Не будь неверующим, будь верующим. И Фома тогда сказал, Господь мой и Бог мой. На что Господь ответил, ты вот увидел, поэтому поверил, блаженны, которые не видели и уверовали. Ну, а еще есть мнение, что он так сказал, не поверю, пока не увижу, потому что был немножко обижен. Потому что, вот смотрите, да, ходили со всеми учениками, были вместе, вот, а вот всем явился, а мне не явился. Поэтому апостолы были простыми людьми, поэтому может быть такое, как вот дети иногда капризничают, пока сам не увижу, не поверю. Ну, вот так вот, ему обидно было, да, что вот все увидели, а я не увидел. Может, еще поэтому так сказал. Ну, а вообще, на самом деле, если человек хочет уверовать, но ему не хватает каких-то внутренних сил, Господь найдет способ, чтобы его убедить. Вот, например, к Фоме сам явился. У Германа Аляскинского, по-моему, описан похожий случай, да, где, когда он проповедовал среди алиутов, один алиут кивал, говорит, да, да, все правильно говоришь. Тут, говорит, а ты откуда знаешь? Он говорит, ну, тут я, когда на охоту хожу, двое ко мне приходят и все то же самое рассказывают. И тогда Герман Аляскинский спросил, а можно мне их увидеть? Тот говорит, ну, я, когда на охоту в следующий раз пойду, я их спрошу. И когда в следующий раз они встретились, тот говорит, нет, он сказал, что ты их видеть не можешь. Из чего Герман Аляскинский сделал вывод, что это ангелы ему являлись. То есть, опять-таки, да, ситуация, вот человек живет, человек хороший, человек хочет верить в Бога, но живет там, где о Христе вообще никто не слышал. И вот в этой ситуации Господь даже готов ангелов человеку послать, чтобы они ему о Христе рассказали. То есть, поэтому проблема у многих людей, что они не могут поверить не потому, что им не хватает внутренних каких-то сил, чтобы поверить, а потому, что они просто не хотят, да, потому что если ты поверишь в Бога, надо как-то, ну, соответствовать, стараться жить по заповедям Его. А многим лень. Как-то так. Продолжение следует.